Мне кажется, если воспользоваться шахматным языком, то просто Дюкова загнали в состояние от Сусланга, поэтому ему можно просто только посочувствовать. Любое решение, которое он примет, ну, ты понимаешь, понятно, что решение коллегиальное, вроде как будет еще и с полком, но ведь никто впоследствии не будет вспоминать ни про какой из полков, ни про членов этого исполкома, и тем более не будут пихать исполкому, а все будут говорить, что это было его решение. И тут в какую сторону ни шагни, ну, везде жопа. Если он говорит, пойдем в Азию, и мы пойдем в Азию и тоже будем недопущены до чемпионата мира, что, в принципе, на сегодняшний день пока очень нереально, то будут бегать и орать, зачем мы вообще в эту Азию пошли, и что нам там делать. Опять же, будут вспоминать эти все перелеты, будут считать, сколько на это денег тратится, и что команды не такие. Вот. И даже аргументы, что у них клубы-то становятся все круче и круче, и даже способны покупать на Брянинова Рональда за 200, то есть платить этому Рональда 200 миллионов, это тоже не будет ни для кого аргументом. Остаться ждать в Европе непонятно чего, непонятно как. Ну, то есть он, знаешь, как уж на сковородке, и я даже, честно говоря, не знаю, какой выход правильный и какое действие правильное. Идут какие-то все равно подковерные, какие-то закулисные разговоры, которые не афишируются. И я, например, не исключаю вообще ситуации, просто вся эта тема с Украиной так всем надоела, всему миру. И я думаю, что вот все больше и больше встречаю публикации о том, что все равно надолго еще Украины не хватит, и все равно в скором времени эта ситуация вся закончится, потому что невозможно вечно снабжать этот пылесос оружием, деньгами и всем остальным. Поэтому это скоро всем уже надоест. А как только, я думаю, это надоест, так и тема будет откатываться назад. Понятное дело, что будут абсолютно русофобские в Европе страны, где невозможно будет играть, но каким-то образом надо будет этот вопрос решать. Не исключено, может быть, что кто-то ведет какие-то разговоры с Европейской Ассоцией, с FIFA, и там могли сказать, не торопитесь, подождите, еще немного, до 26 года еще время есть. То есть Европу мы уже пропускаем, это понятно, ну и не дергайтесь, может быть, там в течение 23 года. Ты понимаешь, что вот, например, давай пофантазируем, ну вот им говорят, давайте, подождем до лета 23 года, если ситуация разрешится, вполне возможно, что все будет откатано назад. Могло такое быть? Могло. Почему ты исключаешь такую ситуацию? Ты же понимаешь, что это не так, что... Россия не так, как истеричная девочка прибегает, кидает заявление об уходе и убегает. Это же идет вопрос проговоренности на уровне FIFA. Проговаривают с FIFA, проговаривают с Азиатской конфедерацией, проговаривают с Европейской об уходе. И все вместе это складывается в какой-то пазл. И в какой-то момент я не исключаю, что все пришли к такому мнению, что давайте еще немного подождем, посмотрим, как все будет завершаться, то есть развиваться. И вполне возможно, что не надо никаких делать резких телодвижений, потому что все же понимают. Мы перейдем в Азиатскую конфедерацию. Через три года, когда эта вся ситуация уляжется, мы опять начнем ломиться в европейские двери. С криками «это все неправильно, несправедливо, вы нас доставили, вердите нас назад». Будут страны, которые, ну, такие, как эти шакалы-табаки прибалтийские, гавкать будет, скорее всего, Польша, а какие-то страны резонно будут говорить «а чего их не взять назад? У них есть деньги, они там готовы спонсорские контракты подписывать, они готовы помогать, тем более в Европе, я думаю, не так все будет прямо хорошо и сладко в последующие три года». И чтобы не вызывать просто вот эту всю суету, вполне приняли решение, ну, еще какое-то время подождать, просто о котором нам не объявляют и не заявляют. Ну, мне кажется, все равно просто логика идет к тому, что надо подождать спада этой истерии, подождать каких-то, ну, окончания боевых действий и какое-то небольшое время, и после этого уже возвращаться, скорее всего, в Европу. Ну, наверное, это все-таки логично, потому что, ну, мы всегда играли в Европе. Если, ты понимаешь, проблема в том, что у нас нет информации, мы лишены. Потому что, если, например, опять же, в каких-то вот этих скрытых переговорах, и у кого говорят, что это надо полгода, там, год-полтора подождать, ну, тогда логичнее, может быть, и подождать, чем метаться между Азией и Европой. Вот англичане, помнишь, сколько они там? Пять лет без кубков были, да? Да, без Еврокубков, но сборная их играла. Без Еврокубков, да, но сборная их играла. Ну, послушай, ты вот тоже, знаете, вот я вчера слушал эту пресс-конференцию, вы, конечно, эти журналисты, как эти, банные листы к жопе прилипаете, дергаете человека, а что он может вам ответить? Ну, он сам до конца... Я бы попросил. Ну, я бы попросил. Да, пожалуйста. А ты такой прям кленовый, так, чё, вот туда. Вот. Ну, у него нет сейчас ответа, но всё, я так понимаю, там каждый день просто что-то там происходит, каждый день что-то рождается, и он вам правильно объясняет, но мы заложники политики, понимаешь? Мы политические, я имею в виду футбольный мир, политические заложники. Будет политическое решение, следом за ним, естественно, пойдёт и какой-то футбольный откат, и будут уже какие-то, ну, приниматься футбольные решения. Пока не будет решения политического, ничего не сдвинется. Но, опять же, я тебе просто, как тебе мысль мою донести, вы, вот, проблему, знаешь, как этот, вот, есть у тебя небольшая там притч, да, и ты вот его начинаешь теребить, 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 пока он у тебя вот таким здоровым фурунковым посреди морды не становится. Так вот и здесь, понимаешь? Ну, вот есть проблема сборной, да, и вот вы её теребите, ну, на самом деле, у нас что, сборная прям такие фантастические результаты показывала? У нас что, сборная всегда ездила на чемпионаты мира? Мы иногда и мимо чемпионатов Европы проскакивали, если ты помнишь. Поэтому вот возвели вот на такой, до такой степени истеричности не участие в сборных турнирах, что, мне кажется, ну, немножечко перегибаете. Вот то, что клубы не участвуют в европейских турнирах, это да, причём тут совершенно немножко непонятно, если сборная, правильно сказал Иванов Григорьевич, что если сборная представляет интересы страны, клубы-то здесь при чём? Клубы, они играют сами по себе, у клубов есть хозяева, и клубы, ну, это такая, всё-таки, они, конечно, представляют страну, но в большей степени они представляют сами себя. Понимаешь, мы подняли просто такую волну истеричности по поводу неучастия нашей сборной в турнирах международных, как будто вот, знаешь, у нас с клубным футболом не очень, а сборная у нас прям всех сметает и постоянно меньше, чем до четвертого финала не доходит. Но этого же нет, поэтому, мне кажется, как раз пережить проблемы сборной, её неучастие гораздо легче, чем пережить проблемы неучастия клубов. И это я подвожу к тому, что, ну, англичане же это перетерпели пять лет, когда клубы не участвовали. Ну, у нас ситуация похожа, у нас и клубы, и сборная, но, может быть, это не на пять лет затянется, а может, на год, на два, на три. Тут, я тебе говорю, знаешь, как по минному полю, в какую сторону ни шагни, везде взрыв. Так и здесь. Любая ситуация, она может пойти в лучшую сторону, а может пойти и в худшую. И, ты понимаешь, Дюков, вот, по-любому, сейчас он, бедолага, вот, виноват в какую бы сторону, но он не пошел. Как помнишь этот богатырь у камня? Направо пойдешь, налево, прямо пойдешь, и везде один пиздец. Вот. Ну, а если мы видим, как эти европейцы постоянно врут, и там вчера еще Аланта-то подкрепил, то, что у них вранье, это норма жизни, то, конечно, верить им, наверное, нельзя. Но, видимо, просто кому-то очень хочется верить. Вот я думаю, что все равно, ты понимаешь, такое повальное решение уходить, а потом такое же тотальное решение сесть на паузу и не уходить, вызвано тем, что есть какое-то общение, есть какие-то разговоры ведутся, которые, ну, не для всех, а только для посвященных. Вот. Может быть, это такое требование есть, не посвящать всех, дабы не накалять ситуацию, понимаешь? Может быть, нам просто не могут чего-то сказать. Может, есть какое-то решение, типа, через полгода Россию вернем. Ну, понимаешь, если вот сейчас сказать, например, Дюков это знает, а он тебе и другим журналистам сказать не может, потому что вы сразу это опубликуете, а тут сразу начнет истерить Украина. Как же так? Нас тут разбирают на запчасти, а вы их еще и в футбол собираетесь возвращаться. Что же это такое происходит, мама родная? Может быть такое? Может. Поэтому, я же тебе говорю, ну, не бывает так, что вот все за то, что переходим, потом, как по команде, через неделю все за то, что не переходим. Я же так понимаю, так же было вчера? Да, именно так. Но тогда возникает вопрос, а зачем нам вообще такой исполком, который не принимает самостоятельных решений, которому сверху говорят, там вот так, вот так, вот так. Да у нас, я тебе еще раз пытаюсь объяснить, а я думаю, что они в курсе. Но только это круг посвященных. То есть, знает, например, Дюков, знает кто-то, кто на связи с УЕФА, и знает члены исполкома. Но всем, скорее всего, запрещено просто об этом говорить, дабы не побежать впереди паровоза. И дабы не испортить какие-то договоренности, вот визгами ура, ура, нам все похеру, нас через год возвращают, а сейчас Украину мы размотаем до конца. Это же нехорошо, это некрасиво вообще со всех точек зрения, понимаешь? И поэтому мое мнение, что какие-то сепаратные переговоры ведутся, но они очень дискретные, и они точно не для того, чтобы потом их озвучивать всем. На мой взгляд, главное решить вопрос. Если ты его решишь за кулисами, да похеру как, за или перед кулисами, главное, чтобы вопрос был решен. И если надо создать эту рабочую группу, понимаешь, для взаимодействия, ее надо создать. Эта группа будет взаимодействовать, эта группа будет, ну, каким-то образом, даже если она нихрена не будет делать, но все равно будет иллюзия, что вот они работали, работали, и выработали механизм. А скорее всего, какой-то механизм нужно выработать. Потому что, я тебе повторюсь, если есть страны, которые, например, без проблем в Европе поедут к нам играть, да, и мы поедем к ним, и, в принципе, с дикой русофобией не столкнемся, то как ты, например, себе представляешь матчи с поляками, с датчанами, с этими же самыми шпротными республиками? Как тебе вот это вообще видится? К тебе сюда не поедут. Ну, мы-то понятно, мы гордые, мы никого не боимся, мы поедем. Ну, ты представляешь эту истерику, абструкцию, эти визги, это вообще провокация, ну, все, что вообще возможно на этом матче, когда мы, например, поедем играть в Варшаву. Ну, то есть, уровень вообще, вот, представляешь, это же надо как-то решить, проговорить, как такие ситуации будут происходить, как вообще это должно происходить. Или должна быть какая-то под нашу страну затачиваться отдельная группа, где нет остро возбужденных против нас команд. Так что ли? Ты понимаешь, что очень много технических именно сложностей, технических моментов, которые, скорее всего, тоже надо каким-то образом заранее обсудить и заранее принять какие-то решения, чтобы потом не было неожиданностей, таких, как были вот у нас с Польшей, Швецией и Чехией. Я думаю, что есть какая-то подвижка, о которой просто не говорят. Вот, поэтому меня можно узнавать и в гриме, и без грима, но, к сожалению, ни ты, ни я, мы не владеем, как и многие другие, полнотой информации. И только когда есть полнота информации, тогда можно рассуждать. Мы рассуждаем, мы тогда, когда говорили, и сходили из того, что нас вообще в Европе не видят. Вот, вчера Дюков тебе на конференции сказал, если бы нас вообще там не видели, не было бы того, того и того. А раз есть то, то и то, и наше желание перейти в Азию, нас попросили подождать, не торопиться, не бежать впереди паровоза, значит, есть свет в конце тоннеля. Хотя он неделю назад говорил, что этого света нет. Вот, поэтому никто тут жопой не виляет, и никто свое мнение не меняет, но я тебе говорю о том, что есть различные условия, которые изначально, ну, как тебе сказать, задача, и вводные, которые есть, они не до конца нам ясны и понятны. Исходя из того, что нам понятно, есть вот такой выход. А исходя из того, что, оказывается, есть еще какой-то закулись, и оказывается, этот выход не очевиден. Это какая разница, пришли, мы не пришли. Мы пришли, добавились какие-то деньги, добавилась интересная команда сборная, добавилась конкуренция. Приехали клубы, мы перешли в азиатскую лигу. У нас в азиатских лигах добавилось серьезных, хороших, сильных команд. На самом деле, на фоне Азии, все равно у нас сильные, наша первая пятерка, это все равно сильные команды. То есть, добавились сильные команды, добавилась конкуренция, добавилась смотрибельность. Все добавилось. Поэтому Азии от того, что мы придем, только будет плюс. Конечно, будет, наверное, минус для тех команд, которые, если будет отбор на чемпионат мира, мы выйдем, и кто-то пролетит мимо. Но это такой, знаешь, довольно-таки условный момент. Но, в принципе, Азии от того, что мы не можем определиться, им ни холодно, ни жарко. Пришли – отлично. Не пришли – ну ладно, в следующий раз придете. Поэтому тут, и тем более, я думаю, в Азии люди не такие, как я сказать, импульсивные и не такие прям категоричные. У них всегда все так потихонечку, не торопясь, с расстановкой. Поэтому, вот, и азиаты, я думаю, тоже, в принципе, понимают нашу ситуацию. И я думаю, что все относятся к этому с таким, как я сказать, с симпатией и поддержкой. Поэтому придем – ну отлично. Не придем – ну чем могли, тем мы вам помогали. Или помогали, так скажем. Ну пройдет время, год, два, три, и все вернется. А метаться туда-сюда – ну такое себе. Ты понимаешь, если бы… Я, например, вот сейчас понимаю ход мысли Дюкова. Все равно же все, абсолютно практически 90% видят наши команды, нашу сборную в Европе. Все равно все вот эти переходы в Азию, они от того, что нельзя играть и нужно играть хоть где-то. Поэтому, уходя в Азию, все равно все думают о том, как потом мы будем возвращаться. Никто ни разу не сказал, я ни от кого не услышал, что мы в Азию навсегда. И даже, по-моему, все азиаты, куда мы переходим, тоже это понимают. Ну так, если есть какая-то подвижка, ну так и зачем устраивать эту суету? Если все равно ты перейдешь в Азию, через два-три года ты начнешь переходить обратно, только опять же надо будет это согласовывать со всеми этими пакостными государствами, которые все равно так и будут. Они, в принципе, существуют на земле только для того, чтобы размножать русофобию и плевать ядом в нашу сторону. Ну а тебе надо будет потом получать их согласие или, по крайней мере, перетаскивать на свою сторону те страны, которые симпатизируют нам и набрать таких больше половины. Так, может быть, не надо это делать, а сейчас подождать, пока вся эта тема уляжется и просто через год-два вернуться. А до этого времени, ну да, потерпеть какие-то лишения. Но, мне кажется, нужда, тяготы и лишения они только закаляют.